Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Слободенюк Валерий Петрович, ведущий эндоскопист клиники «Семейная». Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнём вообще с вопроса, что такое эндоскопия и какова её роль в диагностике онкологических заболеваний. Эндоскопия – это современный метод оценки состояния слизистой, толстой кишки, желудочно-кишечного тракта, ну и такие редкие системы, как бронхоскопия, гастроскопия и колоноскопия. Это современно-динамическое развивающееся направление медицины, которое позволяет оценить риски развития онкологических заболеваний на ранних этапах развития, а также оценить риски, роль их дальнейшее лечение этих пациентов. Эндоскопия делится на две… ну, в нашей клинике производится два вида эндоскопии – это гастроскопия и колоноскопия. Значит, необходимо всем пациентам пройти перед операцией, допустим, есть такие операции, на которые не берут безопределённых вмешательств для этих самых исследований, таких как на все операции нужна гастроскопия, которая исключает язвенные болезни, дополняет какие-то исследования, клиническую картину докторам, колоноскопия. Колоноскопия нужна при гинекологических операциях. При гинекологических операциях бывают очень часто онкологические заболевания, которые связаны с толстой кишкой. Второе – эндоскопия позволяет нам оценить желудок на предраковые и раковые заболевания. На ранних стадиях современная эндоскопия уже научилась диагностировать предраковые и раковые заболевания, такие как кишечная метаплазия в желудке, полипы, ранние опухоли размером до 3-5 мм. Современная эндоскопия позволяет найти онкологию, нужно просто взять петельку и удалить, и всё, на этом всё закончится. Поэтому эндоскопия – это современный метод диагностики не только язв и так далее, колитов, гастритов и т.д. и т.п., но и в первую очередь это исключение диагностики ранних раковых и онкологических заболеваний. Но ведь заметить такое раннее раковое заболевание можно на любом оборудовании или только на каком-то современном оборудовании и под наблюдением хорошего врача, или как? К сожалению, ранние раки можно увидеть только на оборудовании экспертного класса. Сейчас вышли новые экспертные оборудования. Экспертные оборудования закупают в основном частные клиники. Когда люди обращаются в нашу клинику, мы работаем на хорошем экспертном оборудовании, на котором можно посмотреть образование от 3 до 8 мм, уже различать их структуру, сделать так называемую зум-эндоскопию. Ну, все знают, что такое, ну, сейчас современная молодёжь знает, что такое зум – это приближение. Такая же функция есть и в нашем оборудовании. Это камера, только с длинным-длинным хвостом, которая вводится в организм, и тем самым мы можем разглядеть. Если нам что-то не нравится, мы можем приблизить и увидеть. Ну, эндоскопия сама по себе процедура, ну, то, что она неприятна, это понятно, но ещё многие её стесняются. Вот как она вообще проходит, как проходит подготовка перед этой эндоскопией? Ну, стесняться здесь не надо, здесь стесняться ни в коем разе не надо, вы приходите к доктору, доктор расположен к вам, он настроен сделать свою работу хорошо, вы начинаете с ним общаться. Для этого существуют трусики для колоноскопии, мы одеваемся в трусики, они красивые, разных цветов у нас есть, синие, клубы, разноцветные, абсолютно интересно. Когда люди надевают, вроде ничего не видно, а когда они засыпают, ну, уже и стесняться нечего, тогда приходит доктор и начинает заниматься. Только к любой эндоскопии существует подготовка, будь то гастроскопия, будь то колоноскопия, просто она разная. Для гастроскопии достаточно вечером просто не поесть. За 6-7 часов до исследования лёгкий ужин, там, допустим, если эндоскопия назначена на утро. Если эндоскопия назначена на вечер, можно позавтракать легко, там, йогурт, творожок. Колоноскопия, к сожалению, другая подготовка, она начинается задолго. Ну, и колоноскопия, извините, процедура более серьёзная, она начинается за 3 дня практически. Человек переводится на специальную бесшлаковую диету. Переводится на больную не на строжайшую диету, а довольно вкусную. Ему можно яйцо, творог, мясо отварное, рыба отварная. Представляете, какие все вкусные вещи на пару сделать себе рыбки-то? Прекрасно. Кусочек мяса и отварной рис, чем не хорошее блюдо? Практически ресторанного. И сделать морсик себе. Это до подготовки. Дальше необходимо очистить кишечник. Для этого применяются современные слабительные средства. Уже малообъёмные. У нас назначается специальная диета и специальная подготовка. Если люди что-то не запоминают в нашей клинике, спокойно им на ресепшене объясняют, как это по телефону сделать. Если им что-то непонятно, они могут перезвонить нам и уточнить. Даже если совсем какие-то сложные заболевания, которые такие, как сахарный диабет, какие-то подагры, обменные процессы, они могут просто прийти на консультацию и поговорить об этом с доктором. И доктор скорректирует диету для них. Понимаете? Подготовка – это одна из самых главных вещей для гастроколоноскопии. Но для колоноскопии она более сложная. Но и к колоноскопии мы же не каждый день делаем, и не надо же так готовиться. У вас есть такая процедура, как эндоскопия во сне. Что это за процедура? Расскажите. Прекрасный процесс. Все думают, что это полноценный большой наркоз. Нет. Это специальная седация, разработанная для малых инвазивных методов. Таких как гастроскопия, колоноскопия, небольшие операции, допустим, а тыромку удалить или ещё что-то какие-то такие, на коже или там лёгенькое. Не более которые занимают 20-30-40 минут. Он действует коротко, быстро, качественно. Больной ничего не вспомнит, ему не больно. Повторяю, что это неполноценный наркоз. Это седация, это сон, это физиологический сон. Да, у него есть какие-то противопоказания или побочные эффекты, но для этого существует у нас анестезиолог рядом, с анестезиологической сестрой, которая контролирует этот сон. Это не просто его положили, он уснул, а мы делаем всё, что хочешь. Нет, это полноценная бригада, которая занимается этим пациентом, которая следит за его дыханием, за его пульсом, за его содержанием кислорода в крови, значит, и контролирует этот сон. Добавляет, чтобы он не проснулся вовремя. Препарат, если процедура переходит в какие-то там дополнительные удаления полипов или удлиняется, или нужно подольше посмотреть, да, или как-то пациент сложный, пройти его не удаётся хорошо, и качественно бывает, и такое. И они углубляют немножко. Если видят, что больному становится неприятно, или он начинает просыпаться, мы не даём ему проснуться, тем самым мы чётко ведём. И контроль за пациентом – это строжайшее дело, потому что это жизнь и здоровье нашего пациента. Один из распространённых страхов – это то, что во время эндоскопии можно повредить внутренние органы. Это оправданный страх или нет? Ну, как сказать «повредить»? Нету. Зачем? Мы не собираемся ничего повредить пациенту. Понимаете, вот когда пациент без наркоза, он начинает срыгивать, он напряжён. Бывает, что мы не можем, допустим, при гастроскопии пройти в пищевод, он не пускает нас. Когда мы делаем это с наркозом, пищевод расслабляется, он засыпает, все его сфинктеры, дырочки раскрываются спокойно, нет никаких болезненных ощущений. И мы спокойно, органы успокаиваются, перестают вот это вот срыгивание, резкая перистальтика и так далее. И повредить при хорошей технике работы эндоскопом, ну, очень сложно, я бы сказал. Это нужно постараться. Просто вот ещё нет, наши пациенты в течение двух, ну, пяти, семи, десяти минут просыпаются, потом мы их перевозим, у нас есть специальная комната, кровать, он дальше досыпает, если ему надо. Его никто не прогоняет из клиники, он спит такой мирным сном. Мы его потом будем, можно пройти на ресепшн. И это самое, вот вам заключение. Всё, он пока, даже ожидание у него после того, как мы заполним все эти наши процедуры, эти протоколы, в это время спит спокойно, и оно быстрее во сне, всё быстрее проходит. Даже ночь. Есть возможность провести два обследования за один сеанс, за один раз? Конечно, можно. И это разумно. Один наркоз, две процедуры. В наш сумасшедший, суматошный век отсутствие времени, выбирать время на каждую процедуру, я боюсь эту, боюсь ту, ну, уже, я скажу, уже роскошь. Время дорого для наших пациентов, поэтому чуть-чуть удлиняя наркоз, буквально на пять минут, допустим, да, есть золотые стандарты. Золотые стандарты гастроскопии – это пять минут, золотой стандарт колоноскопии – это восемь минут на выходе. Минимум восемь минут. Мы должны смотреть слизистые толстые кишки. И поэтому во сне эту процедуру мы делаем совместно, и гастро делаем, и колон. Больной ничего не чувствует. Даже иногда нас говорят такой вопрос, а вы мне ничего не делаете. Нет, всё это правильно, это хорошо, никак это друг на друга не влияет, подготовка абсолютно одна и та же, и этому просто не есть. Тому нужно выпить всё, и всё, и желудок свободен, кишки свободны, мы спокойно делаем обе процедуры, и никаких вопросов это не задаёт нам. Всё хорошо, многие пациенты прямо приходят, которым нужно, допустим, для каких-то целей сделать две процедуры, и гастро и колон, они приходят в один день, получают сразу процедуру. Да, это чуть-чуть дороже, это стоимость гастроскопии, стоимость колоноскопии, чуть-чуть удлиняет наркоз, но это ненадолго, и никаких вопросов. Всё возможно. И давайте напомним рязанцам, как часто нужно проходить даже в профилактических целях эндоскопию? Уважаемые наши рязанцы, это нужно делать. Нужно делать. Почему? Потому что никто не застрахован ни от чего. Онкология не болит до последних стадий. Когда уже болит, и когда есть проявление анемии и так далее, бывает поздновато. Значит, есть золотые стандарты мировые, которые у нас соблюдаются. Это с 35 лет надо делать гастроскопию, с 45 лет – колоноскопию. Но если у вас есть в семье, у родственных какие-то были онкологические заболевания, не дай бог, то риски ваши на онкологические заболевания повышаются. Для этого необходимо просто обратиться к своему лечащему врачу. Грамотные лечащие врачи прекрасно знают все сроки обращения. Как, чего, что необходимо, если есть какие-то злокачественные заболевания, что нужно пораньше эту процедуру сделать. Как часто её делать – это всё зависит от того, от онкологического настроя и генетического фона. Поэтому первую колоноскопию и первую гастроскопию необходимо сделать уже в раннем возрасте, ну, можно сказать, гастроскопию в 35 лет, а колоноскопию в 45 лет. Потому что сейчас наш год под эгидой скрининг кололоректального рака и сейчас по мировым стандартам на одну гастроскопию должно у человека приходиться как минимум одна колоноскопия. Сейчас мы начали к этому уже двигаться, и мы стараемся больных убедить, пациентов наших убедить в том, что гастроскопия и колоноскопия, они идут об руку день в день. Вот это к вопросу предыдущему, что можно ли делать вместе. Почему? Потому что обращаемый, ну, рост рака, что там, что там, в среднем, 5 лет до больших размеров. Поэтому с периодичностью, ну, минимум в 5 лет, необходимо эти две процедуры проходить. Не оттягивать их напоследок. Да, я боюсь, нет, и не страшно. Страшнее потом последствия. Последствия отсутствия знаний, что у вас находится в желудке и в толстой кишке. Там может быть всё, что угодно. И это всё, что угодно, с этим нужно разобраться. Чем она нам грозит? Какие последствия могут быть от этого? Как это решить? Это не страшно. Это всё решаемо на родних этапах. Если опухоль маленькая, до сантиметра, её можно убрать прямо эндоскопическим путём. Никаких забот, ребята. Если она глубоко не проросла. Если она уже проросла грубже, это уже большая хирургия. Это мы обязаны отдать хирургам. Это уже операция большая, полостные и так далее, и так далее. Это и химиотерапия. На круг это всё дороже. Просто дороже для вас не в финансовом плане, а в плане здоровья. Если вы пришли с маленькой проблемкой, её можно быстро решить. Если вы уже приходите с большой проблемой, её тяжело очень решить. Так что, мои дорогие рязанцы, будьте добры. Идите, неважно, в платную, в бесплатную, в топовую. Хотя бы сделайте. Сделайте базовый уровень. Базовый уровень гастроэководной спектакли. Валерий Петрович, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова